андрей вот на видео в сетях вы сказали что бой с будаем можно стать для вас последним от чего зависит это решение ну в данном случае view все наверно от ее стену у меня есть другого предложения поэтому будем будем сравнивать где будет выгоднее лучше для меня посему мои менеджеры работают под этим там поглядим что-то как будет правильно понимаю что этот бой по контракту последний да и последний но есть другие предложения поэтому как бы мы еще не решили то есть там бой пройдет там видно будет чудо как бой с будаем будет для вас сорок вторым и все больше только у джима миллера а вам важно установить рекорд юси по количеству нет я и так в тяжелом весе первых чуть-чуть с мухачами тебя они полегче по резверу вы дебютировали юси 23 года назад вот сейчас все бойцы говорят что попасть в юси для них мечта а как вы воспринимали двадцать три года назад переход в юси давайте я раньше говорил могу повторить человеческим поступком управляет любовь коры числа я всегда был тщеславным человеком то есть выиграл чемпионат мира атома папа по самбо чемпион европы глупо м1 поэтому поэтому когда предоставил возможность попасть и все кэш как говорят как говорится плода не майки майки лайк сейчас будет лайк майки час будет поэтому поэтому это было безусловно важно это было приятно и слава богу что до сих пор продолжаю выступать вы до до перехода и все провели несколько боев в м1 а сильно на тот момент отличался уровень организации вообще всего в юси и вам один у нас точно отличается тогда 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 наверно не было большого различия за исключением того что конечно же что юси собирал больше залов чем чем м1 вот но мне кажется это вообще не принципиальное сравнение наверное на равных когда были наверно сейчас понятно нет потому что юси это это один из самых главных видов спорта соединенных штатах америки поэтому у них огромные контракты с телевидением и туда и сюда и спонсоры поэтому 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 если говорить про сейчас тогда я имею ввиду юси начиная с двухтысячных годов до сегодняшнего момента и северсина развела несколько семимильных шагов просто оторвалась вперед вырвалась поэтому поэтому наверное не имеет смысл сейчас и страница и всех другими организациями а тогда м1 м1 и и все в принципе были на равных другое дело что наверно было различный подход к к организации проведения боев вот а сейчас сейчас в весе мне конкуренцию он же такой же популярна как баскетбол футбол американский хоккей в америке поэтому ну ты кстати живя долго в америке а вы видите вот такой же от аж вокруг турниров и все допустим там бейсбол супер боу или другие там виды спорта которые любят что работа бойцов и все тоже их узнают на улицах фотографироваться а это всегда так было бойцов бойцов и все всегда узнавали и и скажем так бойцы еще никогда мне как мне кажется никогда не были обделены вниманием другое дело что вы имеете ввиду упомянули футбол там и и бейсбол как там супербол там и я не знаю чемпионат млб для этого наверно и все сделал international fight week целая неделя в июне месяце там и всякие экспо и встречи с бойцами и там какие-то персональные групповые тренировки поэтому поэтому медленными шагами медленно верно и все уже направляет движется в том направлении чтобы чтобы да чтобы все ждали это этого июньского international fight week как например фанаты американского футбола ждут супербол другое дело что там еще меньше мало таких славитесь которые которые знаете там выступает например там на на открытии или в перерывах между между таймами футболе перилами а то а так все все к этому идет узнаваемость популярность наверно все то же самое кстати поводы селебрити с и все довольно часто подсвечивает когда на турниры приходит дональд трамп то есть как он идет по трибунке отдает пятюне бойцам а вы с ним по ходу карьера когда-то пересекались конечно где тысяча девятом году когда трамп был вовлечен и вовлечена как правильно сказать а был я так понимаю с лицом affliction если даже фотография где то есть и он там был я помню один раз когда мы дрались я думаю это был бой против бэна расула он надел пресс-конференцию то есть лайк из на как знаете так сейчас какие-то на вот как с вами по зуму разговариваю раньше это были телефонные звонки то есть ты должен был ждать тому телефон тебе давали там 10-15 минут окошко и те всякие репортеры задавали задавали вопросы он был хостом и и а я думал что он честно говоря вовлечен в совет директоров в этих самых хозяевов affliction им какую-то долю дали и я по своей наивности назвал его мистер президент то есть все засмеяли знаете а спустя он сколько там 15 лет грубо говоря есть 15 лет он стал чемпионом горжи стал президентом соединенных шатах америки вот и когда когда дэн лэмборд хозяин американ тап тим в окон англии там приезжал это дональд не дональд трампа там приезжал его сын дональд трамп джуниор какой-то ралли делая к нему подошел прорицатель дата вашего папу назвал мистер президент все засмеялись эти мои слова оказались пророческим он был он была президентом соединенных америки вот и в этом году будет баллотироваться опять о чем вы говорили он пересеклись не может там перекинулись пары слов как вообще было да вы что где-то по-моему был 2009 год тогда английский так был какой-то он такой и сейчас не очень тогда был вообще никак поэтому поэтому ничего фото графировались его это корона это самое палец верно коронная поза на фотографии поэтому ничего не поменялось на прошлом турнире и все александр волок у сергея павловича вас удивило результат и содержание этого боя но и безусловно сергей переживал и я я сказал что единственный ключ победе над серёга это может быть длинные руки и ноги волкова в принципе чёные на сто процентов использовал во время поединка серёга мне кажется хотел хотел его нокаутировать потому что как будто не было все эти семь боев или сколько у него там побед юфи все нокаутом все в первом раунде поэтому серёга по всей видимости стал заложником этой ситуации и и не хотел кому-то что-то доказать сейчас мы просто немножко отдохнуть отпустить все и вернется сильнее после боя волков подошел поблагодарить сергея за поединок этого оттолкнул как на это реагировать я не знаю как на это реагирует но я уверен что ваши российские сми уже отреагировали на этой повседением сейчас серёга мешает совсем поэтому все он наверно в той же ситуации когда я был с этим самым удрался и миляненко но это белорус был а он россиянин и все ополчились против меня мне кажется сейчас может то же самое с серёгой просто надо ну слушайте на эмоциях все прошло ему сейчас просто немножко я говорю отпустить отдохнуть от всего отключиться и он будет красавчиком а стоит ли вообще подходить к сопернику сразу после боя что-то говорит но только что дрались эмоции что процентов не знаю не знаю мне казалось мне казалось что волков сначала спровоцировать но но по всей видимости вот сейчас интервью давал сказали что он что что-то волков когда у нас вверх они когда помните в пятницу там печка пятничная вверх я была там дэйна white или security между ними мне сказали что что волков сказал павлович его чуть-чуть на бой согласился а я привел сразу пример когда я дрался стреляю собрану на тот момент это был единственная а товарищ у меня в тяжелом весе вообще из бойцов вот ему сказали что я согласился мне сказали что он такой вот так вот как мальчиков развели и подрались не знаю может быть быть такая ситуация произошла между ними хотя с другой стороны сушки для и все вообще не принципиально с какой бы страны этот он бразильцы с бразильцами дерутся американцы с американцами поэтому для них это 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 порядке вещей а вас отношения дружеские брауном после того боя закончили да да то есть если раньше там я у него в доме жил поначалу потом пытался ему там предлагать чтобы оплату пополам он говорит нет 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 на этом что-то платил потом он съехал с альбакерки то на его имени счетом чисто несколько месяцев оставалось чтобы его кредитную историю не портить и а я поселился в этом доме и продолжал платить да а реально вообще сохранить и дружеское отношение после боя уж некоторые бойцы говорят но это наша работа подрались руки пожали чайка и данил это что говорит как мне кажется как бы ты не был ну как ты будешь человеком которым ты нас его валенки носу последнюю тему которая хотел обсудить я видел вас ваш подкаст по поводу оружия в сша год назад выходил в сша владение оружием это больше для людей хобби или это необходимость вы знаете в зависимости от того где ты живешь ну скорее всего потому что происходит это на это больше больше необходимость чем хобби то есть потому что я не согласен с тем как вы даете быть некоторые рамки ужесточил там напряг возрастом проверки всякие ну то я такой и какой каково лобби цонально ашу райфл организации поэтому поэтому нет это прежде всего для самозащиты во флориде вообще это все бесплатно без проверки без разрешения на ношение ты можешь просто купить и с собой в бардачке водить то есть они проверяются одну недосконально это 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 немножко настораживает ну а так принципе сколько было случаев когда законопослушные граждане которых было оружие астана останавливали преступников которые которые пытались осуществить задуманное нехорошее поэтому больше да чем нет к чисто по ощущениям как это ну вот вы ходите по улицам там торговом центре и вы понимаете что какие-то люди могут быть вооруженные ходить рядом этой психологически не давит да нет пошел по торговым церковным центром не хожу ну да нет не дают просто если у тебя есть оружие ты можешь уже как бы худо-бедно если ты плюс счет к этому тренируешься и и стреляешь то есть это 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 какое-то подспорье это какая-то какая-то но уверенность себе есть я не говорю про себя для других для женщин там для стариков которые владеет и он смотрел что знаете увидимся дещо выставлял там старичок шел по по паркинг лату там стеревка и сзади подкрались твои вытащили него там заднего кармана штанов буга бум бумажник понимаете если был кто-нибудь рядом спит кто-то же снимал побоялся подойти а будут трениться оружием наверняка бы остановил то есть таких наказывает нам сто процентов тем более сейчас сколько ситуаций и в нью-йорке беженцы с аргентины сальвадора вон носила двенадцатилетних девочек и ворота не лезет